Не работал лифт. С утра до вечера не работал. На устах жителей Камских полян сейчас только одна новость. Необъяснимый скачок электроэнергии. В квартирах, говорят люди, засверкало несколько дней назад около 9 часов вечера. Перестали работать лифты и вышла из строя бытовая техника. Я включился, телевизор, да? И всё. Во сколько это было? Около 8, что ли, около 7, я точно не помню ведь. И долго не работал? До следующего дня. Этой бабушке, её соседям повезло. Телевизоры в их доме, как и лифты, заработали. Однако починить подъёмники коммунальщикам удалось не везде. В доме 2, дробь 16, в трёх подъездах лифты не работают до сих пор. Перенапряжение, говорит, было. Вы в этот день дома были? Дома была. Ну и как это всё происходило? Ну, вечером было, когда я ещё собиралась стирку включить. Можно мне говорить, не включай, видишь, так ярко стало. Обидно, говорят коммунальщики, ведь эти лифты новые. В эксплуатацию их запустили всего несколько месяцев назад. И когда они зарабатывают снова, никто не знает. Вот такие объявления, в которых указано, что в связи со скачком напряжения электроэнергии в доме сгорело лифтовое оборудование и срок восстановления не определён. Сейчас висит около 9 лифтов в Камских полянах. Именно столько подъёмников не удалось починить после аварии. Вместе с лифтами у жителей Камских полян перегорела бытовая техника. У Павла и Лизара во время скачка электроэнергии сгорели электронные часы. Но часы жалко? Ну, это ещё быстрый дом. Всего в управляющую компанию Камские поляны поступило около 40 заявлений. У людей сгорели телевизоры, холодильники, стиральные машины. Коммунальщики подсчитали убытки. На ремонт 9 лифтов и бытовой техники потребуется около 5 миллионов рублей. Ущерб будет возмещаться. Я ещё раз говорю, будем смотреть причины по каждому жильцу. То есть тут же ещё какая ситуация. У кого-то может перегореть, а есть нерадивые жильцы, которые уже бегут. У нас вот тоже сгорел, у нас тоже перегорел. То есть поэтому, я говорю, будут привлекаться сервисные организации. И в разрезе по каждому жильцу мы будем давать заключение. В свою очередь коммунальщики собираются направить Нижнекамские электросети иск с требованием возместить убытки. По мнению директора управляющей компании, скачок электроэнергии произошёл во время их работ. В Нижнекамских электросетях эту информацию нам подтвердили. Сейчас ведётся расследование. Точная причина происшествия пока неизвестна. Лилия Горова, Максим Липин. Новости НТР.